Приветствую вас! Давайте мы с вами разберёмся с тем, что вы написали. Во-первых, хочется сразу отметить то, что не очень понятно, кому вы задаёте вопрос свой. Потому что если психологу, то как-то много у вас, ну если психологу вы вопросы даёте, то как-то много у вас вопросов, не связанных с психологией, к сожалению. То есть тут и предсказания у вас есть, тут и ещё есть какие-то вот такие намёки на то, что у вас всё-таки... О, ну что у вас? Вопрос не совсем к психологам больше. Вот, но тем не менее. Тем не менее. Тем не менее. Да? Давайте разберёмся. Что вы написали. Мне 27 лет, 4 года замужем 4 года, всем живём вместе. Вот здесь, пожалуй, первый, наверное, будет вопрос к вам. Да? Если вы 4 года замужем и 3, соответственно, жили до этого вместе, то почему вы сразу не поженились? Вот. То есть, по какой причине, да, вот вы сразу не поженились? То есть, наверное, 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 для этого, ну, были какие-то причины. Вот. Раз вы 3 года жили просто так, без... Ну, без супрудничества, без обязательств, да, и так далее. Это первое. Первый аспе... аспект. Второй аспект. Что вас связывает с вашим мужем? Что между вами общего? Как вы выстраиваете... Значит, ну, как вы выстраиваете вообще свои отношения с мужем? Как у вас... Чего вы ждёте от него? Чего вы хотите от него? Ну, и... Так далее. Вот. То есть, эта история... Эта история... Она вот... Про это. Эта история про это. Потому что момент очень важный. Дальше. У нас... Эм... Нет детей. Постоянные ссоры, когда... Эм... Муж выпьет. Эм... Ну, опять же. Если вы иногдаетесь в детях. Вот. Если, допустим, лично вы хотите детей, то... Зачем они вам? Зачем дети лично вам? Вопрос... У меня к вам. То есть, вы надеетесь, что дети... Что? Что должен дать вам ребёнок? Вот. Конкретно и по факту. То есть, зачем, зачем вам ребёнок? Для чего он вам? Если у вас ссоры с мужем, значит, есть конфликты. И если есть конфликты, то... Эм... Вы хотите, чтобы ребёнок... Эти конфликты в конфликтах участвовал? Или... Как? Вот. Дальше. Вы пишите, что у вас ссоры с мужем, когда он выпьет. То есть, значит, у мужем могут быть проблемы с алкоголем. Может быть. Может быть. Подчёркиваю. Не говорю, что обязательно проблемы с алкоголем, но может быть проблема. Да? Дальше. Следующий момент. Вы пишите, что у вас ссоры с ним, когда он выпьет. Значит, он может выражать вам свои эмоции, получается, только когда выпьет. Правильно? Правильно, нет? Вот. То есть, так он... Так он... Не может этого сделать. Так он не может выразить вам свои эмоции. Почему? У вас это не принято? Или... Так было всегда? Всегда были проблемы с выражением эмоций? На мой взгляд, это тоже очень важно. Вот. То есть, с одной стороны, с одной стороны, ну непонятно, почему вы ссоритесь с мужем, когда он выпьет. Грубо говоря. То есть, ну очевидно же, что с пьяным ссориться, пытаться что-либо доказать, пытаться что-либо донести до него. Это очень неблагодарное дело, очень неблагодарная тема. Но вы это делаете, значит и у вас, скорее всего, тоже есть какие-то невыраженные чувства, которые вы, вероятно, тоже не выражаете. Которые вы, вероятно, тоже не... Ну, адекватно, да, не выражаете. Вот. По ряду причин. Вот. По каким-то причинам вы этого не делаете. Почему вы это не делаете, это вопрос уже другой. Да, то есть, непривыкли, стеснения, обиды и так далее. Все это, так или иначе, в любом случае, нужно... ...выраща... ...выраща... ...ээээ... ...исследовать. Все это, так или иначе, в любом случае, нужно... ...скорректировать. ...например, с вашей... ...допустим, ну, допустим... ...эээ... ...с вашей... ...странчей стороны. То есть, это нужно делать, именно, хотя бы, с вашей стороны. С вашей точки зрения. Вот, это нужно делать. Дальше. Так... ...эээ... ...он хочет детей. Зачем? Но что-то не получается. Мне бы хотелось узнать, если можно, скажите, пожалуйста, будь у меня дети или нет. А... ...не можем ответить на ваш вопрос. По крайней мере, психолог на ваши вопросы не ответит. Потому что, сперва нужно... ...как и сказал мой коллега... ...сперва нужно физиологическое свидетельствование, медицинское свидетельствование. И... ...после этого... ...уже можно будет говорить о психологической готовности или неготовности забеременеть. То есть, очевидно, вот как вот это может быть, да, что... ...ээ... ...ну, бывает такая история, что... ...эээ... ...женщина... ...не может забеременеть, когда... ...чувствует себя, ну, недостаточно... ...например, спокойно. ...например, спокойно, вот, недостаточно спокойно она себя чувствует, недостаточно уверенно она себя чувствует. Вот. Такая история бывает. Эээ... ...такое, действительно, может быть. Ну, вот. И... ...в этом случае... ...эээ... ...вы не забеременеете до тех пор, пока не будет, эээ... ...эээ... ...ну, ваши отношения с мужем, да, не будут адекватными. То есть, пока они не... ...вот... ...эээ... ...не будут гармоничными, скажем так. Вот. То есть, тут только такая история. ...эээ... 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 ...дальше. ...эээ... ...вы... ...эээ... ...пишите, значит, о том, что... ...эээ... ...эээ... ...ну... ...что из-за этого у вас... ...эээ... ...ээ... ...страдает здоровье. И для того, что... ...не получается деть. Я, если честно, не очень понял. Из-за чего именно страдает у вас здоровье. Вот. То есть, вы извините, но... ...я правда не понял. Из-за чего у вас страдает здоровье. Серьезно. ...эээ... ...то есть, вот... ...эээ... ...я не очень... ...не очень... ...я, если честно, увидел... ...эээ... ...связь, да. То есть, вы извините, пожалуйста. ...что вам пьет? То есть, вам... ...как, эээ... ...эээ... вам... ...эээ... ...ээ... ...вам нужно забеременеть? Эээ... ...ээ... ...или как? Эээ... ...вот... ...то есть, вам нужно забеременеть побыстрее, или... или что? Вот. Если да, то почему? С чем это связано? Опять. Вот. То есть тут вот такая история. Дальше. Дальше. Вы пишите, мне всегда плохо, ничего делать только не могу. Ну, это может быть как апатия, так и следствие какого-то физиологического заболевания. Так? Вот. То есть я, конечно, не знаю, да, я, конечно, не знаю, но мне думается, что исключать эти варианты нельзя. Вот. Поэтому тут вот такая история. Да? С одной стороны это может быть апатия. Апатия это психологическое состояние, причины которого находятся исключительно в психике. Вот. Апатия именно. Возможно, у вас депрессия из-за этих ссор. Такая история тоже может быть. В таком случае, опять же, нужно, чтобы данное состояние, то есть, ну, ваше состояние, да, чтобы оно, чтобы оно было диагностировано. Вот. А про то, что вы говорите сейчас, да, ну, это вот, это просто предположение без оценки, без понимания, без анализа, да. Вот. Понимаете? Поэтому мне кажется, что здесь вы явно либо накручиваете себя, либо торопитесь, либо вам действительно очень плохо. Но даже если вам очень плохо, ну, действительно, если вам очень плохо, я верю в то, что вам может быть очень плохо. Вот. Ну, например, если вам очень плохо, ну, например, из-за, да, из-за взаимодействия с людям, вам очень плохо. Ну, вот. А если так, то у вас что-то с самооценкой, потому что вы это всё стерпите, тогда, получается, для чего-то, почему-то. Вот. Либо из-за страха какого-то, либо ещё из-за чего-то. Но терпите. Несвободны вы сможете. Что вас удерживает с ним? Что вы чувствуете по отношению к мужу? Вот. Так что я думаю, что вам нужно, как минимум, взять одну консультацию психолога для того, чтобы посмотреть по поводу, с чего ваши проблемы, да, по поводу, с чего ваши сложности на данный момент. Вот. И, соответственно, дальше уже можно будет о чём-то говорить. То есть, в том смысле, да, что вам можно будет что-то рекомендовать. То есть, если это проблемы в семье, это одно. Если это проблемы личные, ну, такие, как, например, депрессия, это другое. Если у вас, соответственно, что-то ещё, это третье и так далее. Вот. То есть, всё это как бы последовательно нужно выяснять. Вот. Но если сейчас вы можете, если вы хотите детей, то уже сейчас мы можем пройти обследование, медицинский аварийн, что это будет не лишним, да и вам будет подспокойнее. Вот. Ну и причины ссор тоже очень важны. Понимать только всё же, ну, всё же желательно, чтобы это было не с пьяным мужем. Вот. Желательно, чтобы это всё-таки было среду мужчины. Вот. Ну и ответьте себе на вопрос. Вы вот действительно хотите, чтобы ребёнок пришёл в этот мир, да? Вот. Вот. Когда его родители ссорятся, когда у мужа, может быть, проблемы с алкоголем. Вот. И так далее. То есть, вы действительно вот, ну, хотите этого. Вы действительно хотите, чтобы муж, чтобы ребёнок пришёл в этот мир. Вот. Сейчас. Я думаю, что на этот вопрос вам нужно ответить. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Пока. 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 Продолжение следует...